Развитие института бизнес-омбудсмена – один из приоритетных шагов реализации пяти институциональных реформ плана нации. В Атараусской области в 2015 году за защитой своих интересов в областной филиал Национальной палаты предпринимателей обратились более тысячи бизнесменов. Основную часть вопросов удалось решить путем переговоров, но в некоторых случаях их права приходилось отстаивать в судах. Тему продолжит Алгат Утигулов. Этот домостроительный комбинат сегодня активно участник госпрограмм по строительству доступного жилья в Атарау. Хотя еще два года назад реализация этого проекта оказалась под угрозой из-за проблем с таможенными выплатами. Единый комплекс таможенники решили оформить как отдельное оборудование. В результате первоначальные затраты выросли на треть. Решить вопрос удалось после вмешательства Национальной палаты предпринимателей. Это нам очень помогло. Во-первых, мы вовремя успели построить завод, начали первое производство. Как предпринимателям для нас это оказало хорошую существенную поддержку в плане финансовой части. Предприятие смогло нанять более 300 человек рабочих в составе и участвовать в различных государственных программах социального жилья. Дмитрий Сергеев вспоминает, что газовая компания предложила для подключения точку в 600 метрах от новой базы. Это при том, что ближайшая точка находится непосредственно на территории предпринимателя. 30 миллионов тенге. Именно столько нужно было потратить только на материалы. После обращения к юристам палаты предпринимателей вопрос решился в пользу бизнесмена. 30 миллионов это практически половина стоимости оборудования нового, допустим, который мы планировали закупать. Сейчас рассматривается у нас вопрос. Проблема в том, что это делается намеренно и препятствует развитию бизнеса. В то время, когда деньги можно было бы инвестировать в новые проекты, мы занимаемся тем, что просто подключаем коммунальные услуги. Это, по своей сути, абсурдно, конечно. Количество подобных обращений постоянно растет, констатируют представители палаты предпринимателей. В первую очередь это говорит о доверии со стороны бизнесменов. Как поискажу Каспиллер, будем вы там дать. 40% предпринимателей так или иначе сталкивались с проблемами при обращении в государственные органы или к монополистам. Ситуации самые разные и в каждом случае мы прилагаем все усилия для положительного решения возникающих вопросов. Развитие бизнес-омбудсмена весьма актуальный вопрос на сегодня. Это проверенная мировая практика. Если основную часть разногласий удается решить за столом переговоров, то в некоторых случаях правоту предпринимателей приходится отстаивать в суде. В результате многим атераусским бизнесменам уже удалось сэкономить миллионы тенге. Толготу Тегулов, Азельхан Уахитов, Тимиран Султангазеев, Атерау, 24КЗ.